В начале мая текущего года в столичный спорткомплекс, дворец тенниса и водных видов спорта. За большим шлемом приедут сильнейшие дюдаисты из многих стран мира. Поэтому, чтобы составить серьезную конкуренцию, наши дюдаисты не расслабляются. Их график расписан буквально по дням. И все это, чтобы получить путевку на главные мировые соревнования – Олимпийские игры 2024 года. Ведь нужно еще набрать необходимое количество баллов. В Душамбе дюдаисты Таджикистана проводят тренировочные учебные сборы. До большого шлема остались считанные дни. Времени для вхождения в форму осталось совсем немного. И сборная уже в буквальном смысле переселилась в зал. Тренируются два раза в день – утром и вечером. Таджикистан на этом сборе представляет весь, что называет, цвет звезд отечественного дюдо. Вместе с ними тренируется и молодежная команда, у которой есть на кого равняться и с кого брать пример. Мы готовились на тренировочном сборе, который прошел в Турции. И мы очень усердно тренировались на этом тренировочном сборе, лагере. И наша основная цель – бороться на турнире, который пройдет 3 мая, именно в нашей столице, в Таджикистане, в Душамбе. И мы должны усердно работать и тренироваться, чтобы показать свою лучшую сторону, свои лучшие результаты именно на данном турнире. Потому что все наши земляки, все наши родные будут болеть за нас. И мы сделаем все, чтобы забрать медали с данного турнира. После Олимпийских игр, чемпионатов мира и World Masters, турниры большого шлема являются самыми рейтинговыми мировыми стартами, то есть турнирами, в которых дюдоист может набрать наибольшее количество рейтинговых баллов. Отличие Гран-при от Гран-слама. Гран-слам – это на одну ступень выше стоит, чем Гран-при. И еще в Гран-сламе дает в два раза больше олимпийские очки. Поэтому на Гран-сламе больше народу приезжает, чем на Гран-при. Я надеюсь, что в Гран-сламе, который будет проходить в Душамбе, будет больше 60 участников со всего мира. И этот Гран-слам, старт перед чемпионатом мира, я считаю, что здесь будут очень сильные борцы участвовать в дзюдоисте. На сегодняшний день около 52 стран зарегистрировалось на этом Гран-сламе и около 300, по-моему, участников. Поэтому еще время есть, больше двух недель, намного больше будет страны и участников, чем на Гран-при прошлого года. Потому что, я еще раз повторяю, что это Гран-слам перед стартом чемпионата мира, и все хотят участвовать, и все хотят получить олимпийские баллы. На сегодняшний день у нас около шести наших дзюдоистов, они входят в рейтинги, которые могут получить олимпийские лицензии. Но это не все. Все это будет после чемпионата мира, который будет в Духе проходить в конце мая, и там уже определят, сколько у нас будет лицензии. Но цель федерации и руководство федерации заключается в том, чтобы в каждой весовой категории у нас появился, ребята получили олимпийские лицензии. И чтобы они могли участвовать на олимпийских игре 2024 года, который будет проходить в Париже. Поэтому мы работаем. Турнир пройдет на основании постановления председателя города Душамбе и уважаемого Рустами Эмумали. Его целью является пропаганда здорового образа жизни, обеспечение спортивной и оздоровительной массовости, развитие спорта страны, в том числе дзюдо, поиск молодых и перспективных спортсменов и дальнейшее повышение чести спорта суверенного Таджикистана. На этом Гранд Слэме у нас очень хорошая возможность, чтобы в каждой весовой категории мы можем по четыре спортсмена выставить. Я думаю, что здесь наши ребята молодые имеют возможность себя показать и получить больше результатов и олимпийские баллы. Для того, чтобы уже следующий старт у нас будет уже чемпионат мира, чтобы уже на чемпионате мира достойно бороться. Напомним, что в прошлом году в Гранд-при Душамбе-2023 приняли участие свыше 300 спортсменов из более чем 40 стран мира, которые оценили уровень его организации как высокий. Шахло Бердива, Мехрус Юмаев, Рустамик Карим. Новости.